дорогие друзья мы продолжаем наши уроки торы понедельным главам и читаем далее сихот беседы любавческого рыбы вот этой замечательной книги и сегодня мы начинаем изучать недельную главу тазрия здесь также говорится о недельной главе митсура потому что в обычный год эти две недельные главы изучаются вместе читаются вместе поэтому в этом году это не так потому что высокосный год но беседа за затрагивает обе эти недельные главы потому что они связаны и так по главе тазрия а также в следующей за ней главе митсура говорится на первый взгляд об одном и том же о болезни царат появляющийся на теле человека на одежде на домах и каким способом можно очиститься от нее то есть это болезнь заболевания которая возникала во времена храма как особое духовное проявление в виде наказания за злословие лошонара внимательно изучая главы мы видим что первая из них тазрия занимается вопросами самой болезни касающимся человека и одежды а вторая митсура не говорит о самой болезни кроме поражения домов о чем раша сказал это для них весть что поражение появилось поскольку все 40 лет что евреи были в пустыне и морейцы прятали в стенах домов золотые клады и когда на стенах появилась появились пятна царат и дома нужно было разрушить тогда находились эти клады было интересно здесь как во всех остальных ситуациях тоже наказание она одновременно может быть и награды кому-то наказание кому-то награда на точно так же как было в во время казни египетских для евреев не было в этот момент наказания а для египтян было наказание и здесь когда эти морейские народы слышали о том что евреи вышли из египта и прошли через через красное море было столько чудес и они выигрывали войны то не стали опасаться и боялись что сейчас евреи придут выгонят их там из домов и что-то произойдет они стали прятать свои украшения в стены да они все причем причем вам сказано так что они думали так а евреи придут поживут здесь а потом они провиняться и всевышний опять выгонит там и вернемся и заберем наше сокровище которое мы спрятали все нет я думаю что это я могу точно сказать где где но это может быть мидраж да и они уходили оставляя свои сокровища в стенах домов и тут всевышний наводит такую болезнь за злословие для евреев как бы да и на стенах домов появляются пятна и их обследовали и ставили как бы диагноз и в определенных случаях дом не подлежал очищению оно было рушить рушить стены не рушит и когда приходила такая такая ситуация они рушили стены то они находили клады почему по всей видимости почему потому что болезнь это она конечно это наказание но она подразумевала если на теле человека было то человека из изолировали выходил в карантин на семь дней и стана то есть он должен был уйти из общества он страдал от этого этот момент он каялся он понимал за что это было явное понимаете и сейчас не дай бог люди что-то говорят о других и может быть не замечают что не что-то сделали тогда это было наказание но в то же время это было как благословение что человек он делал что-то нехорошее он он тут же понимал ему всевышний показывал это тебе за то что ты сказал человек сразу на это вот и все он каялся и он передумывал и он просил прощения и он выздоравливал и он очищался и в тот момент когда человек каялся по всей видимости всевышний давал возможность найти эти сокровища в доме сначала все-таки язва появлялась на доме а потом уже на человеке язва на доме было предупреждением давайте мы посмотрим к чему это все идет мы сейчас мы сейчас проверим и далее по тексту так вот значит в главе митсура в следующей главе не говорится о самой болезни кроме поражения домов о чем раши сказал раши сказал на вот сколько они прятали да то есть они прятали домов дома то есть это все конечно тоже поясняется раши и занимается вопросом очищения прокаженного вот закон о прокаженном в день его очищения то есть в нашей недельной главе тазрия говорится о болезни и об очищении того что выступает на теле возникает вопрос почему глава в которой говорится о поражении царат являющийся одной из самых тяжелых видов тумы дума это ритуальная частота о котором сказано что человек будет сидеть один вне стана в качестве наказания за один лишь за один из самых тяжелых грехов лошонара злословие до такой степени что прокаженный считается как мертвый именно эта глава носит название отражающее появление новой жизни тазрия если женщина замеременела и родила мальчика знак вопроса а вторая глава где в основном говорится об очищении прокаженного названо словом которое вроде бы имеет противоположный смысл метсора прокаженный рэба объясняет что всегда цель наказания для согрешившего человека это не наказание само по себе или месть не дай бог а лишь искупление исправление снятия прилипший к нему грязи греха на чем вот уже успели поговорить однако в наказаниях которые накладывает тора это не видно так уж явно и поэтому наказание внешне выглядит чем-то отрицательным однако в теме царат мы явно видим что здесь нет никакого наказания а лишь очищение души исправление изъяна созданного засловия на то здесь как бы явно видно этот процесс очищения искупления раскатки рамбом объясняет что царат была не физической болезнью а знаком и чудом в народе израиля то есть всевышний сделал особое чудо что у того кто говорила шонара на злые зыча что-то нехорошее другом сначала появлялись пятна на стенах дома да как предупреждение если он не справился то они появлялись на одежде а если и в этом случае он не исправлял свое поведение поведение то пятна появлялись на коже человека и как только он делал шуу они сразу же исчезали а то есть это был такой индикатор человеческого поведения дух духовная духовная такая духовная болезнь проявляет физическое проявление духовного состояния совершенно верно да хотя не было лекарств наверно от этого ни мази никаких исправить свое поведение искупления поэтому наказание будет наказание в кавычках будет сидеть один вне стана лишь призвано отделить его от общества ведь именно это привело его к лошонара и на смешанничеству но лошонара это же нужен собеседник во-первых собеседник во-вторых должен быть объект которым один говорит другому а третье сложно сказать то есть через плеть рахилут вот как то есть я понимаю где граница сплетни смотрите я так понимаю это просто перед передачи информации о человеке причем не соответствующие сплетни это что-то не соответствующие правде лошонара это может быть даже правда другой вопрос стоит ли об этом говорить с другим человеком да то есть это может быть кто-то что-то может быть сделал не так и что ты когда друг один человек начинает говорить об этом рассказывать друг другому это уже распространение злословие нет нет если один другому говорит в глаза то это это не считается лошонара это когда в отсутствие этого человека два человека разговаривают о нем что-то что-то говорят это не хорошо причем говорится что это вредит всем троим и тому о ком говорят и и тому кто говорит и тому кто слушает и очень интересно еще сказано вот смотрите вот наши пальцы до указательной пальцы если мы ставим буха то мы заметим что палец точно входит в ухо лучше чем наушники всевышний сделал нам так и дал нам инструмент что если мы слышим о ком-то нехорошие речи кто-то говорит мы можем сделать так тем самым мы показываем знак что мы не хотим слышать мы не хотим слышать других разговоров других это раз во вторых мы хотим участвовать в третьих мы просто не слышим не слышим мы стараемся вообще заградить свои свои уши от этого так так вот получается что все эти этапы что все этапы царат призназначены предназначены главным образом исправить грех лошонара поэтому еще на этапе когда есть поражение подчеркивается что здесь начинается зарождение новой жизни как иллюстрация если женщина забеременеет родит сына это становится зарождение новой жизни ну когда человек кается он как бы приходит на новый уровень он обновляется это становится еще более ясно в свете комментария алтаре бе влекутей тура на строку если у человека на коже появится что человек что слово человек адам отражает совершенство личности поэтому все эти поражения находятся на коже тела то есть изъяны есть только на самых внешних одеждах как говорится но не на самой личности человека не дай бог это и есть причина тому что в наше в наше время все это вовсе не актуально поскольку сейчас нет таких идеальных людей у которых изъяны находились бы лишь на коже тела ну и тут интересно интересно сравнение смотрите это болезнь была во времена храма и люди были на более высоком уровне духовном уровне и они если что-то происходило то они быстро были чувствительные это изменить и и и улучшится так вот вторая же глава не цара то есть только трубу на следующей неделе учить в этом году переходит на более глубокий возвышенный уровень она говорит о завершении процесса вот закон о прокаженном в день его очищения здесь здесь речь идет о положительной стороне прокаженного как в трактате сэнгидрин где машиев назван прокаженных отсюда следует что глава тазрия намекает о времени галута то есть наша недельная глава актеру изучаем она намекает о времени галута когда мы сеем лизро сеть на иврите божественное в этом мире торой заповедями галут это еще и глубокий спуск как состояние прокаженного до очищения окей они цара это время гулы освобождение вот закон о прокаженном в день его очищение значит недельная глава наша недельная глава которая сейчас который мы сейчас учим на этой неделе она она нам намекает на время галута то время в котором мы сейчас находимся но мы же знаем что мы находимся на пороге приходом шейха с божьей помощью поэтому поэтому глава митсора это следующая недельная глава она говорит уже о времени освобождения так вот вот закон о прокаженном в день его очищения и далее говорится о том что в большинстве лет кроме высокосных то есть в нашем году это не так эти две главы мы соединены это соединение учит нас что даже во время галута тазрия еврей должен быть проникнут и соединен со временем юлы и всегда помнить что ведет к одной цели что все ведет к одной цели привести времена машин на этом мы заканчиваем наши сиху на ташин дай бог машин мы увидим сейчас он уже здесь в дополнение еще то что любая скребе говорил о нашем времени и наших индикаторах которые нам говорят о неправильном нашем поведении да если тогда выступала вот эта язва царат на коже то сейчас у нас есть тоже возможность заметить в себе какие-то недостатки в тот момент когда с губ выскакивают непроизвольные какие-то выражения то есть говорится так что вот эти и также необдуманные действия какие-то спонтанные реакции очень быстрые реакции они могут показать нам на остатки каких-то греховных действий у нас есть возможность точно так же как прежние времена увидеть свой недостаток или свою ошибку и исправиться но иногда остается все равно какой-то зачаток зачаток остаток вот этого греховное действие в тот момент когда с губ слетает что-то какое-то неосторожное выражение ком-то может быть или какое-то нехорошее слово то надо задуматься и подумать о том как надо над собой поработать чтобы улучшить имеется ввиду что когда нету какого-то опыта для того чтобы что-то слетело вылетело нет есть может быть есть северный человек на чем-то доработает и не получается искать человек работает над собой но нет здесь мне кажется имеется ввиду именно именно спонтанная реакция на ситуацию что-то случилось что-то в этот момент мы говорим это очень важно опасные ситуации может быть да неудачка это или что-то не получается и и что мы в этот момент говорим способны ли мы соблюсти спокойствие нужное терпение и и рассудительность даже в такой экстренной ситуации или иногда бывает все таки реакция такая за который может стать стыдно через пару минут думаешь вообще-то зачем ты такое сказал или зачем почему так такая реакция произошла и это дает повод задуматься о том что можно себе еще лучше вот таким образом хорошей неделе удачи благословения мира и машейха я вчера все ваши сидел и читать выключить выключить надо нажать снова на красную или на на красную терпение